Добрый день, еще прокомментирую бой, который будет 5 мая, Сауль Альварес, Хайме Мунге. Хайме Мунге, я вспомнил, кто это, я смотрел его с нашим Деревянченко, нашему уже Деревянченко за 30, я не помню сколько ему, 33 или 37, и Хайме Мунге это типа golden boy promotion, его ведут как там золотого мальчика, Оскара Делахоя промоушен. И ну как делает с него суперзвезду, и Деревянченко против него вышел как списанный типа раритет, и бой был кость-кость, до 12 раунда там по запискам судей еще вел Деревянченко, в 12 раунде он получил левый боковой, не левый снизу в печень, ну ему дали очко Мунге. И он пытался его там как бы добить в 12 раунде, но ничего не получилось, Деревянченко аккуратненько так, в общем в принципе если бы не 12 раунд, то могла бы быть победа Деревянченко. И Деревянченко, как и Сауль Альварес меньше, Мунге, Сауль Альварес на сантиметров 6-7 ниже, но он крепче. Мунге такой бьющий и правша, иногда взрывается, а иногда бьет такие монотонные мощные удары со средней дистанции. Все со средней дистанции, прямой такой полу не выпрямленный. В принципе бьет размашисто, если соперник чуть слабее его и более так не уверен в себе и психологически не готов, то Мунге красавец. Но, если такие люди выходят опытные, как Деревянченко, Деревянченко много не выдумывал. Он там подныривал под прямой в Мунге и шел на обмен прямыми. И двойка простая, левый прямой, правый прямой, все проходило в Мунге. И было даже в седьмом раунде, по-моему, и в пятом пару ситуаций, когда Мунге мог оказаться на полу так плотно. У него было, ну, он его шатал. И это один из лучших боев Деревянченко за его карьеру. Он вроде бы титулов не выиграл, но со всеми топ-боксерами, по-моему, даже с Головкиным, если я не путаю, он провел достойнейшие поединки. Поэтому, ну, а Сауль Альварес, все мы его знаем, парень бьющий, тоже со средней дистанции, силовик, ну, такой уже закачанный, закрепощенный. Я его еще помню худеньким, он когда по весовым категориям гулял. Большую ставку делает на боковой с уклона и такой длинный кросс через руку, он любит бить, это его коронка. Особенно на противоход. Ну, понятно, Альварес, так как ниже, будет на высоких руках работать, постоянно лезть под этого Хайми Мунгию, они оба мексиканцы. Мои прогнозы, бой будет крайне интересный. Если не, ну, понятно, это бокс, это же не шахматы, может кто-то кому-то попасть, оба бьющие. Но если не произойдет такого чрезвычайного происшествия, то Сауль Альварес с решением судей, вот как бы бой плотный, длинный, с Деревянченко, вот точно такой будет Сауль Альварес с Хайми Мунгию. Я думаю, Сауль Альварес победит по очкам и, как бы, на этом будет все закончено. Ну, бой будет крайне интересный, как раз именно таких, один молодой набирает силу, а другой уже, в принципе, все, что мог, выиграл. Поэтому будем смотреть этот бой, и вес как раз такой, под 70 килограмм, они оба бьющие, будем мы бачите. Все, всем хорошего дня. Сауль Альварес